Кархародонтозавры жили в конце мелового периода, примерно 100 миллионов лет назад, на севере Африки. Кархародонтозавры входят в четверку самых крупных плотоядных ящеров. Они обитали в доисторических вечнозеленых лесах и охотились на более мелких хищников и растительноядных динозавров. Он получил свое название благодаря огромным зубам, которые при раскопках впечатлили ученых. Они достигали в длину по меньшей мере 12 сантиметров и по форме напоминали зубы огромной древней акулы. Это внешнее сходство и определило имя динозавра, которое в переводе с греческого языка означает «акулозубый ящер». Благодаря уникальной форме зубов, останки этого динозавра легко узнать среди других окаменелостей. Во времена Кархародонтозавра на месте пустыни Сахара, которая сегодня занимает почти весь север Африки, простирались влажные зеленые леса и обширные равнины с полноводными реками. Этот грозный хищник прекрасно чувствовал себя в таких условиях. Из-за огромных размеров Кархародонтозавра никто не решался напасть на него, зато сам плотоядный динозавр почти никого не боялся. Он мог охотиться на детенышей крупных зауроподов, отбирать пищу у более мелких хищников и питаться падалью. Только взрослые зауроподы могли дать отпор этому кровожадному платоядному ящеру. В погоне за добычей Кархародонтозавром приходилось порой забредать на территории других крупных хищников, например, спинозавров или карнотавров. Тогда между платоядными динозаврами возникали конфликты. Чем голоднее были хищники и крупнее добыча, тем выше была вероятность спора. Порой такие неприятные встречи заканчивались драками. В черепе одного Кархародонтозавра ученые даже нашли необычный прокол, который, судя по всему, оставлен зубом защищавшегося от нападения спинозавра. К большой неудаче палеонтологов, все останки Кархародонтозавра, найденные до Второй мировой войны, были полностью уничтожены во время военных действий на территории Германии. Бомбардировщики разгромили немецкий музей, в котором хранились кости хищника. К счастью, спустя время на севере Африки снова удалось найти окаменелости Кархародонтозавра, и ученые смогли их исследовать. Спасибо за просмотр. Не устаю повторять, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. На канале много интересного по тематике динозавров. Вы очень важны для канала, не стесняйтесь обсуждать и оставлять комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok